привет youtube сегодня мы попробуем сварку алюминия алюминиевого сплава со сталью это не говорит о том что это можно делать вообще принципиально это делать нельзя это только в качестве эксперимента это сразу хотел бы указать ну перед тем как осуществить сварку мы пройдем просто сварочным электродом это электрод для сварки алюминия зеллер 480 алюминия кремниевых сплавов электрод содержанием кремниевый в районе в районе 12 процентов мы сейчас сначала подогреем алюминий то что просушим его непосредственно избавим от влаги пройдем небольшой проход алюминиевый у нас тонкий постараемся его сильно не перегреть прогреем также непосредственно электрод и наверно сразу это сделаем вот я уже перед этим прогревал сейчас еще чуть-чуть прогреем также обязательно электродик эти электроды я постоянно вожу в машине они накапливают влагу вот вот сначала мы пройдем непосредственно сделаем простой проход и потом попробуем сделать сварку и так выставляем ток где-то в районе 70 80 ампер и так делаем сварку предварительно зачистили щеточкой нержавеющие сняли оксидную пленочку и начали так маловато тока чувствую тонковатый тонковат очень тонкий алюминий сейчас посмотрим что у нас получилось и попробуем осуществить сварку алюминия со сталью сварочный шов как обычно видно что место сварки идет с высоким катетом из-за того что алюминий недостаточно был разогрет да и так как тонкий очень тонкий у нас алюминий он течением времени быстрее начинает разогреваться я чуть быстрее начинаю вести электрод вот и видно что места расплывали так стандартная сварка алюминий быстро просто и не надо аргона понятно что самая качественная сварка алюминия это аргонодуговая сварка если есть аргон взяли заварили никаких электродов использовать не надо электроды используем только в случае когда необходимо сделать сварку на улице или в труднодоступном месте или что-то залатать там лапу силу от силу мины заварить то есть вот дольки в сложных случаях так а в остальных еще раз повторюсь что мы используем аргон аргон можно полуавтомат но аргон все равно это номер один и так сварка алюминия со сталью по всем правилам должна по сварочным швом должна появиться трещина посмотрим даём остыть что-то трещит что-то трещит вот что у нас получилось ну сейчас он не треснул конечно приложив минимальное усилие я уверен что его можно сломать вот что мы принципе сейчас и сделаем я кстати очень интересно вел электродом вот старался чтобы на алюминия попадал где-то всего лишь две трети остальное на металл но сплавление с металлом практически никакого не было поэтому и понятно почему если оно и не должно быть вот что мы получили ну получили полное не сплавление это в принципе как получилось у нас как припой припаялась но но итога никакого что и требовалось доказать и 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